приветули мои китюнечки китюны угадайте что мы мчим к мамуле и встречает нас солнышко солнышко ясное ясное прекрасное ой какая погода солнышко просто прелесть просто прелесть все выехали из Чернобыля мы прошлый раз ехали бачили косулы две бигло через дорогу перебегало такие крупные жирненькие такие при том при всем что снега было дофига и трошки их все равно тут лесники кормушки ставят даже по лесу ходят кормушечки ставят и егеря вернее если ну че лесники егерцы не егеря да вот подкармливают животных ну навряд ли конечно мы сейчас их побачим сейчас сегодня четверг и движение великое ну как великое пока едем только мы одни но за нами там целая вереница потому что сегодня четверг все уезжают из работы додому вывозят всех четверг на киев кто иди на киев кто из киева потом разъезжаются по своим всем населенным пунктам еще одно направление у нас есть это славутич на семи ходи так называемое направление семи ходи это станция там где электричка да электричка яка везе людей на на славутич и потом тоже они переезжают там белорусскую границу и тие ки живут допустим не в славутичьи люди а я ки живут в чернигове уже тоди дальше добираются своим ходом что там очки сейчас протру давай ой кицуни монетики шо шок був маназяма так испугав каже дядя лёня умер а він оказывается сказал дядя лёня як ты сказал через третинг дядя лёня нет я кисть так слово сказал шо мені як умир почулося я вообще шо кажу фу блин аж аж пере аж знаете як аж аж тіпануло наче мене ну ты даешь за муха ну да шо ти бачив его и шо сонцесвити так когда поедем в воскресенье в субботу спрашивав чей на базар коли да да я говорю завтра на 4 я иду на вас веков пусть и приеду а те когда на это в субботу ну да мы в субботу все равно поедем потому что мені на маникюр а дядя лёня завезем на на базар ну ты конечно он так в него вы понимаете в него так это слово якось так он тут же еще машина тревсе я не я гуде все я так умир мені почулось умир мене аж тіпануло просто ужас ну вот вот як от себе снімать от в таком ракурсі от немає от сонце світить такой прямо власна сонце світить оце все освещає іначе як якийсь бігемот сидить а не циля а я же не бігемот я же бігемотіха ахахаха женского рода шо ти мене там за коленки щупаєш я не подяла шо такої а лежить твоя бутилка водина набрав дорогу каже бутилка лежить 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 вот это самое вот что то значить неправильное освещение правильный ракурс должен быть не даром вот коли художественные фільми снимают то там целая команда не тільки режиссер присутствует на площадке съемочной оператор а и обязательно освятители те которые правильно должны свет поставить и дела сделать вот теперь я тільки сейчас понимаю зачем нужные освятители потому что раньше когда я откручу по-разному ну не могу нормально поймать нормальный ракурс потому что вот когда раньше еще знаете вот в советское время когда показывали фильмы по телеку тоди вот художественный фильм вот в программе писали помните и писали сюда после программы время всегда был художественный фильм который показывался в 9.00 вечера в советском союзе было программа время вот и после программы время в 21.30 на полчаса шла эта программа время если я не ошибаюсь полчаса ж была ты любил дивиться программу время все время вот показывали сюда якийсь фильм и это же не так как сейчас что мы можем допустим если дивимся это в интернете можем прокрутить о бляха стоять я не пристегнулася я не пристегнула стоять 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 ой пока переключилась вам нормально снять не получилось ну не знаю побачили вы чине пост стоял на повороте вот короче сбили меня с курсу что я рассказывала забула забула мабула вот что я рассказывала а значит про про фильм что когда показывали после программы время фильм не можно было перемотать знаете как перематывают сейчас в интернете можно перемотать а вот и тем более если якийсь заграничный фильм то титры всегда идут в конце фильма а все при советском союзе фильмы снимались там на довженко на мосфильме где там потом вот этот ленинград тоди еще був не помню такий кораблик був нарисованный их логотип яка це була киностудия ленфильм называлась вот киностудия ленфильм я вспомнила а вот и у них всегда титры шли в начале фильма начинают значит все титры идуть 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 и мы ж таки все сидиме ждем колись той фильм начнется уже и я всегда читала все эти титры вот и там всегда были написаны там оператор и терапир и были написаны освятители и я всегда думала нафига че освятители ну что они там освещают думала мне не доходило что оказывается даже при дневном свете все равно должно быть освещение выставленное потому что это съемка это определенные какие-то должны быть преломления света тени и так дальше в общем я не буду сильно умничать и я всегда с нетерпением ждала что колись в конце концов покажут директор фильма всегда в конце писали директор фильма и уже дальше шли титры кто в главных ролях кто уже там второстепенных ролях и это уже когда я писала директор фильма это уже мы понимали что все уже титры закончили сейчас перечислять актеров яки снимались в фильме и наконец то можно начать смотреть кино было были времена и у моего в гостях у сказки тоже я помню сейчас в 12.40 всегда она шла у нас по-моему че в 13.40 но я знаю что в воскресенье всегда была передача в гостях у сказки я всегда ее так ждала но наверное не только я все дети Советского Союза ждали эту передачу вела ее в гостях у сказки така ведущая была Валентина ой как же ж ее Валентина очень известна Филя Степашка с нею были блин ну как же ж ее фамилия Валентина не помню ну да ладно неважно я просто про нее так якось колись надибала в ютюбе буквально надибала якийсь документальный фильм такий невеличкий абсолютно про то яка вона была в жизни нещасна людина и что ее любили миллионы детей миллионы чужих детей и что вона свою старость провела очень печально и в плачевном состоянии и что ее единственный сын уехал в Америку и вона значит в старости осталась одна и он был обижен на ней всю жизнь что вона много времени посвящала своей работе а не посвящала его воспитанию и постоянно не уделяла ему должного внимания да не была с ним близка как мать с ребенком и в него вот эта вот детская обида осталась что он был недолюбленным ребенком вы представляете вот так в жизни бывает что работа у этой Валентины как же Леонтьева по-моему Валентина Леонтьева по-моему да ну поправьте меня если я ошиблась что или Леонтьева по-моему ну ладно не важно честно говоря я я ну вот его понимаю этого ребенка ну уже мужчина он уже взрослый конечно тоди на то время он был еще совершенным мальчиком який нуждался в материнской заботе и любви а вона все время пропадала на съемках на съемках на съемках в общем печально это все печально поэтому любите своих детей цените при каждом мгновении потому что это не возвращается никогда как они развиваются как они растут как они достигают каких-то своих удач или постигают наоборот неудач это все это все так ценно в нашей жизни вот а потом жалеем ой а чего мы ему прошло то время а уже его не вернуть вот то 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 ну не будем углубляться ладно мы приехали на КП поэтому нам мне сейчас надо будет выйти пройти досконтроль я вам тоди по дорозе уже будем ехать дальше мы вам включимся да Зимуха скажи да ну-ка а ты между прочим здоровался с кицинками привет папе здравствуйте а вот а ты даже не поздоровался пока тебе целеон не подскажет и никогда первую инициативу не проявляешь почему теперь выключаю свое это самое сейчас буду кричать чего включили ладно все выключаюсь вот так вот когда люди выезжают с работы вот такими великими автобусами хорошими комфортабельными подъезжают до КП проходят там сейчас не видно за автобусом там у нас есть турникет до якого прикладывается пропуск и каждый человек по очереди отмечается и выходе вот нам показали что мы можем не ждать пока все пройдуть бо там багато людей так как мы на сейчас не машине то нам показали что проезжайте а шо ты кицюни я ему сказала что сейчас включу телефон чтобы он на бис повторил песню яку вентики шо спевал а він каже ага сейчас каже я не поняла а ну давай а все внимание на дорогу все внимание в ньому только что спевал не надо было внимание на дорогу я повернулася так вот до сонца потому что когда вот так вот сидишь мне свиточки вообще ничего не вижу в общем он спевал песню знаете что вот это вообще он конечно очень любит фильм свадьба в Малиновке там где по Пандополу ну это легендарный фильм я очень часто повторяю в своем лексиконе это слово легендарный да автор певец фильм ну потому что действительно по другому не скажешь фильм в якому просто фразы разобраны в народе и они просто крылатые уже эти фразы типа я себя не обделил или там и почему же я в тебя такой влюбленный ну и может я там недословно говорю блин солнце свит это зима почему-то сейчас помню видеть его еда и спевает я вернусь а вскоре знаете эту песню он у меня в этом фильме звучит до свидания фава чеак ты там спевал ну заспевай нам стесняется стесняется ой вообще не успела включиться короче говоря я могу ой зямуха зямуха о тепер сонце сюда повернулось а мы вот так вот сделаем о может так трошки будет удобнейше бачка так видно так лучше видно потому что светят светить прямо глаза сонечку вот вот мы все сейчас от выезжаем мои зоны после работы у нас сегодня плюс 10 до плюс 10 на вечер все равно будет морозить написано минус 3 по моему минус 5 ночи будет днем опять плюсова температура ну и так как я вам говорила обратно туда обратно сюда потихонечку скакать будет термометр плюс-минус и потихонечку все растает что-то вон и все тут остановились что-то нас останавливать не поняла авария че шо авария ну еть еть вот этот слева который патруль шось так типа я к руку поднимал что случилось все стоять что случилось похорон чешу а шо и да и да доброго дня добрый день что случилось надо подождать дорога перекрита я съеду там стану ага ну сильные мира сего наверно едут что не пускают никого дорога перекрита куда же ваше дело бляха муха стоять уси ждут видите ли вы кто-то будет ехать вы представляете я говорю кто-то будет ехать я не знаю почули вы или нет он говорит ага на рыбалку ну да потому что сзади нас так называемое страхолесье село где выход есть прямо на киевское море там дуже много места откуда можно спуститься на воду ну вот лодки и много рыбаков там проживали в этом селище там есть между прочим очень дорогие дома прямо на берегу стоять вот так что вероятнее всего что сейчас будут ехать боссы боссы если мне удастся заснять этот кортеж то я засниму 15 минут сказали треба подождать дорога перекрита ну тут конечно еще вопрос в том чи они будут ехать на страхолесье сюда ну побачим мы как они будут ехать или не побачим или же перекрита десь там вдалеке дорога десь другом может якусь заезжают не знаю куди они там можут заехать так а что нас не пускают ну едите и едьте соби мы же это же не то что там пробка в киеве что вот скорую помощь надо действительно пропустить что срочно или там не дай бог пожарная или не дай бог скорая или милиция едет мигалками мигает тоже куда-то на вызов тут одно дело а тут просто вот обычная трасса не не загружена абсолютно не загружена сейчас вот они создали пробку всех останавливать представляете задина сколько там целая колона автобусов еде из чернобиля сейчас все же выезжают кто своим транспортом кто автобусом и это сейчас все это скопится представляете я как это будет верниться потому что видите ли кто-то там едет и что поменялось называется вопрос у меня да как я всегда говорю что всегда были фараоны и всегда были рабы яки строили для них пирамиды ладно кицуньки я пока тоди выключаюсь если на то пошло что ж что вам рассказывать тут сидеть машинец яма вышел курить он кури сейчас включу вам покажу как он кури куряга мой стоить вырядился казала одень теплу куртку не уже кожану куртку одев 10 градусов тепла видите ли куда ваше дело кури та не тюлюкайте закрываю я двери это ж тюлюка я чтоб двери закрила все замолчи вон мане бачьте я тут тинь 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 в зеркале вообщем сидим кукуем зяма он сейчас осолнечные очки шукаю потому что сонце прямо ужасно светить глаза можем постоим постоим будем стоять пока воно не сяде тут этих ждать проезжающих видите ли вы что я хотела сказать а стоим дай вспоминаем колись мы ехали на крим и нам пришлось автобус что пустили же о не понял ну давай ехали за ними слышишь блин а чё их пропустили а мы шо вон подивиться всі автобуси всі їдуть давай поехали ого чую то а вы стойте а вы стойте да 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 мы уже мамулі даже уже паром разложили зямка сидит жде вечерю да зямуха ты кто мився ладно но я темно так это самый коли я стояла над ним знімала так він не говорив як тільки я ушла ви начинаю говорить здравствуйте всем почему вы не здороваетесь софи васильевна вона нам бачите вон шо делая рыбку жаре о сазанчика купила нам ева кисюля ты скучила за нами признавайся а скажи честно скучила за нам а ну да да что она ждала нас ждала вон нас уже стол готовиться щас будем вечерять тёща зятю ковбасы как всегда зробила домашний у ней эта колбаска просто фирменная и оцена на любимая и часть а не не ця любима аделью обрежала я пиптика хотела а я не я вот любима пиптик вот 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 этот вот вот эта часть это моя самая любимая с пиптиком класс ям-ням-нямка шуршитель 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 на кухне зятку виготовляю вечерю в общем и пока добрались и вы не представляете по каким пробкам нам пришлось добираться это просто жесть казалось бы четверг ну пятница еще куда не шло знаете все да выходные все едут но четверг мы даже не ожидали что будут такие пробиары на окружной дороги не пройти не проехать не пройти називаються вот доехали елі-єлі пробилися можно сказать столько дальнобойщиков выезжало з города просто села селена раньше как усіх пускали тільки ночью а сейчас пропускают ну коли снігопад був то тоже да их пускали не пускали в город всі стояли возле кепе а сейчас прутся как дети в школу это самое я вам уже не снимала потому что у меня разрядився телефон я вот только сейчас его чуть-чуть подзарядила и бегом уже съемку веду сейчас опять будет разряженный бо уже он пиликаем пиликало только что что меньше 20 процентов заряд вот так что в ничего такого сьогодні у нас может быть не получится великого влога но сейчас я подзаряжусь немножко и мама там зямику купила на 23 февраля подарочки в общем если получится я вам отснимусь а сейчас покамись мы завершаем я с вами до сведунька и стилую люблю вас и леон